Вот эта теософская идея, которую уже в доктрине оформила госпожа Блаватская, и которая сейчас с огромной силой защищается множеством, в том числе на эту точку зрения стал Ватикан в лице самого первоверховного епископа Папы. Это уже действительно страшное дело. Человек не ищет истины. Это не важно. Такого ещё человечество действительно никогда не знало. Всё равно, куда идти. Апостол Павел пишет, какое общение света со тьмой и Христа с филиаром. А здесь, говорит, все религии одинаковы, все пути одинаковы, неважно. И если вы Богом, получается, так называете, дьяволом, это ничего. И действительно, последний папа – Франциск, современный, иезуит, как положено. Взяв слова апостола Павла о том, что Христос взял на себя грехи мира, и затем, логически, что такое грех? Грешный – значит, подобный демонам. И значит, демон. И называет. Повернулся язык, что сказать? Христос – это дьявол. Я думаю, что это не просто иезуит. Это уже, знаете ли, масон, сатанист. Не повернётся ни в какую шутку, ни коим образом не повернётся язык сказать такие вещи. И вдруг Папа Римский... Он буквально олицетворил в себе, получается, вот образ Антихриста, который, по мнению очень многих отцов, соединит в себе власть и светскую, и, как говорят, духовную, то есть религиозную. Как раз, да. Но противостанет Христу. Это мы видим на лицо сейчас. То есть католицизм сейчас приобретает уже страшную опасность. То есть уже давно. Но что сейчас происходит, это уже просто приходится удивляться. Если бы вы только прочитали интервью генерала Ордена Иезуитов, вы бы все ахнули. Это как змея так извивается. Ему говорят, ну, Христос же прямо в Евангелии говорит. Ответ – ну, да, конечно, он говорит прямо, но уже тогда же не было записывающих устройств. Вы слышите? Диктофончиков не было. А поэтому, да и ученики могли не так понять, и ещё что-то. Ну, и говорят, ну, и что? И как же быть тогда? Рассуждение. На каких же критериях рассуждать? Вопрос. А где же критерии рассуждения? Рассуждение. 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 Продолжение следует...